как бороться с искушениями как бороться молодому поколению я не знаю я шучу вот я конечно же поделюсь то что вот живет у меня это как я справлялся и справляюсь я не буду лукавить знаете я я полностью и сейчас я не могу о себе сейчас сказать что вот я полностью свободный человек у меня вообще нет никаких искушений нет никаких трудностей я правда обману тогда вас и я думаю никто из людей так не может сказать но я знаю одно писание так говорит что мир он поражен на самом деле грехом вот после греха падения адама мир поражу он просто поражен грехом и мир на самом деле он все хуже и хуже вот он скатывается вниз но когда пришел иисус христос он астана он просто взял и остановил вот это поражение это поражение закончилось иисус христос искупил не только все человечество но он также искупил весь мир вся земля она искуплена кровью иисуса христа от всякого греха и но наша задача понять осознать и просто принять то что было уже сделано на голгофском кресте и вот люди от незнания того что произошло и только из-за этого грех продолжает еще 10 писание говорит истина познайте истину и истина сделает вас свободными то есть мы должны принять истину тот факт что иисус христос умер и он взял грехи всего мира на себя и это остановлено уже чтобы вот это проклятие греха похоти разврата было остановлено мы должны принять истину но и также писание говорит там где грех он при изобилует должна также при изобиловать благодать чем больше греха тем больше должно быть благодати раньше я думал что вот если грех мы должны больше ставить рамк отграждать то есть вот там детей или сам себя но на самом деле это большая уловка потому что чем больше я себя пытаюсь отграждать тем больше я залазю в грязь тем больше я залазю в грех это как болото чем ты смотришь на ограждение и лезешь к ним запретный плод сладок но писание четко говорит что там где греха много должно быть очень много благодати там где много греха много должно быть благодати я хочу сказать что сейчас время благодати как никогда это очень крутое на самом деле время несмотря на то что может быть мы видим иногда ну где-то видим это не то что иногда это много разврата там греха что вот молодежь сейчас вот такая развратилась то есть куда-то идет на самом деле ничего подобного я хочу же я хочу сказать что мы живем в невероятное время мы будем видеть как реально молодежь она восстанет в огне духа святого это время уже на самом деле ну настал я же я сейчас это сказать хочу потому и вот нам важно понять что сейчас время благодати то есть мы должны больше говорить о благодати мы должны сейчас высвободить чтобы благодать высвобождена была ну и тем самым сейчас свобода придет потому что правда если подростку родители скажем так будут постоянно знаете вот что-то запрещать или в строгости воспитывать на самом деле реакция совершенно будет другая совершенно другая то есть вроде бы ну как я же его наставлял вроде же вот все вот ну чётко должен быть золотой ребенок человек век а он еще хуже вроде бы он при родителе ведет себя хорошо улыбается красиво говорит но как только он отходит от родителей как только он попадает в среду там где много греха то есть он просто погружается становится хуже всех вот и почему потому что вот мы должны понять что благодать божья и истина она освобождать мы должны доверять богу что только бог может изменить все больше никто не может изменить то есть только бог поэтому мы должны дорогие друзья доверять божьей благодать божья благодать это вообще божья сила благодать вот кстати я тоже хотел сказать что многие люди не знают на самом деле что такое благодать многие путают праведность благодатью праведность это наша позиция она неизменна а благодать просто с прощением всех грехов постоянно благодать это действие бога вот так это именно действие праведность это позиция то есть это навсегда ты мы праведны в иисусе христе навсегда это на самом деле неизменная позиция ну так же как и вот я я человек это моя позиция я навсегда останусь человеком я не стану свиньей даже если я буду валяться в грязи вести себя как она да я современных буду человеком понимаете то же самое праведник кто такой про праведник это позиция то есть бог поставил тебя праздником в иисусе христе все это никогда ну это неизменно скажем так до тех пор пока ты не отойдешь от веры в Иисуса Христа. Это дается не от дел, это дается через веру в Иисуса Христа. Нельзя праведником стать, то есть именно своими делами. Как бы мы не пытались стать праведниками, мы ими не станем все равно. Но праведность это позиция, в которую Бог просто берет грешного человека, который призывает в свою жизнь Иисуса Христа, и он берет и ставит тебя в правильную позицию. В позицию перед Богом. Праведность это правильная позиция перед Богом. Мы правильно перед Богом стоим. Весь мир, скажем так, без Бога, он неправильно стоит. Что бы он ни делал, неправильная позиция. Просто вот ты не там стоишь, где нужно. Но праведность это правильно. Ты вот стоишь перед Богом. Все. А благодать это Божье действие. Это также, я хочу сказать, что благодать это синоним к слову сила. Благодать это Божья сила. Писание говорит, что благодатью вы спасены, то есть вот действуем силой, Божией мы спасены, это определенное Божие действие. И она продолжает действовать. И поэтому Писание говорит, что благодать это не то, что дано тебе, ну, к сожалению, навсегда. Потому что она может просто действовать, перестать. И как она перестает действовать, когда мы перестаем верить? Писание говорит, благодатью вы спасены, и сию не отдел. То есть это не отдел. Как только я пытаюсь это заслужить, как только я пытаюсь это взять, все, она перестает действовать. Включается тут уже ты сам действуешь уже. Но когда действует благодать, это Божья сила. И поэтому нам, конечно же, нужна Божья сила сейчас, в это время, то есть благодать, сила. Нам нужно ее очень много. Я верю, что вот что касается подростков, конечно, я сейчас еще также поделюсь, как вот конкретно на практике избегать вот этой похоти, вот этих всех вещей. Но также я вот что хочу сказать, очень важно, нам нужна Божья сила, то есть благодать, Божий огонь. Подростки и вообще каждый человек верующий, он должен быть захвачен Богом, захваченным Богом. Мы не можем, понимаете, правилами, какими-то традициями, какими-то вещами сделать так, чтобы люди были захвачены. Это невозможно сделать. То есть это вот просто, это Дух, это Дух Святой, это Божья сила, которая просто, ну, она есть. И мы должны высвободить это во имя Иисуса Христа. И чтобы человек был захвачен. Буквально недавно, вот полторы недели назад, мы вернулись из Пакистана. И вот те люди, кто ездили с нами, 35 человек, они вот свидетельствовали. Я лично разговаривал с некоторыми после уже, после приезда. Они говорят, что их жизнь изменилась, их служение изменилось. У некоторых служения выросли в несколько раз. Вот после вот этих приезда. Она за них помолилась. Что произошло? То есть огонь Божий. Вот она сила Божия, которая вот на этой сестре. То есть она горит. И это притягивает, конечно же, людей. Вот это помазание. И она просто этим захвачена. И то есть она о другом думать не может. И вот я после поездки в Пакистан пришел на наше молодежное служение. Мы общались с молодежью. И я понял, что вот сейчас, именно в это время, молодежь будет задействована очень сильно. Вообще, это она будет делать пробуждение. Именно молодежь. Не старшее поколение, к сожалению. Вот, а именно... Ну, может быть, среди старших у нас будет тоже пробуждение. Ну, я туда попадаю. Я еще молодежь. А я как бы... Я радуюсь за тех. Я же сейчас... Просто шучу, конечно же. Все будут задействованы во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Но особенно, дорогие друзья, молодежь будет задействована в этом пробуждении. Я просто с ними поделился о том, что вот там происходило у нас в Пакистане. Парализованные исцелялись, бесы выходили. Люди с колясок вставали. То есть огонь, Божья сила. Он сказал, что в ноябре мы поедем опять в Пакистан. Там будет 100 тысяч человек. Аминь. Будет невероятно еще больше исцеления. И они так сильно загорелись. То есть мне потом писали, благодарили. И там. То есть мы молились. Именно огонь Духа Святого сошел на каждого. И я понял, знаете, вот им на самом деле больше ничего и не нужно. Вот этот Божий огонь. То есть и он, понимаете, приводит их к тому, что они хотят служить. Они хотят жить свято. То есть это естественно. Это без напряга. Это не потому, что нужно. А потому, что они захвачены Богом. Захвачены Божьей силой. Вот наша задача. Я понимаю, нам сейчас в церквях и вообще везде нужно думать о том. Не чтобы, знаете, потому что ты об этом нужно учить. Но не расскажешь. То есть это просто вот сама атмосфера такая. И куда люди попадают, и они захватываются Духом Святым, Богом, вот этим движением. Конечно, поэтому ответственность... Слушай, ты прям вот сполошил во мне вот тот огонь, который мы все переживали. И понимали, как излияние первого дождя, какие мы все носились, когда Дух Святой сошел на нас. И я думаю о том, что как раз вот это крещение Святым Духом, наполнение, переполнение, погружение, оно привело к тому, что вот те, кому довелось это пережить, они поняли, как можно молиться непрестанно. Когда ты можешь идти, ты можешь быть на работе, ты можешь делать какие-то дела, ты можешь даже с кем-то разговаривать, но внутри тебя Дух постоянно движется, постоянно молится. Ты просто слышишь, как внутри тебя идет постоянная молитва, и если она как-то утихает, ты, может быть, как-то действительно очень сильно сфокусировался на чем-то другом, ты ее возжигаешь. Вот в особенное время ты опять возвращаешься к тому, чтобы ее возжигать и высвобождать для благословения молодых, зрелых, взрослых людей, людей в проблемах. Когда ты едешь и благословляешь просто проезжающие мимо машины, проходящих мимо людей, чтобы эта атмосфера, атмосфера города, атмосфера семьи, атмосфера дома, где вы живете, чтобы она изменялась во имя Иисуса Христа, и чтобы молодежь была захвачена действительно, потому что там, где есть молодежь, есть будущее, есть будущее, есть жизнь. Аллилуйя Иисус! Поэтому наша задача, конечно же, как родители, особенно, то есть это вот упование на Божью благодать. Мы не можем по-человечески ничего на самом деле изменить, и это надо признать. Нам реально нужна Божья сила. Также, когда ты смотришь на какого-то парализованного, ты понимаешь, я ничего не могу, я бессилен здесь. Тут только нужна Божья сила. Ты будешь молиться о крещении Святым Духом? И ты уповаешь, и ты понимаешь, Дух Святой, но только ты можешь это сделать, я не могу. То есть вот это полное упование, осознание, что только сила Божья может исцелить вот этого человека. И Бог исцеляет. Когда ты сильно вот это осознаешь. И то же самое, ну не на верное, то же самое с детьми. Когда ты понимаешь, только Божья сила нужна. В реабилитационных центрах то же самое. Я был в реабилитационном центре, я знаю, у меня отец был наркоман, зависимый человек. Да ты что? Да, и я тоже был зависимый человек. У нас в поколение, из поколения переходило. Он был уже зависимым, когда ты родился? Нет. Ну, может быть, он пробовал, я не знаю. Но это было давно, в то время, может быть, не было так. Но с ранних лет, я помню, это там четырех, может быть, лет он начал употреблять наркотики. Тяжелый, героин. Вот и так далее. Знаешь ли, я тебе вот что за свидетельство. Я разговаривала с одной знакомой, причем христианкой. И она мне сказала, ну, бывших наркоманов не бывает. И я хочу сказать, что это, в общем-то, как бы врачи, там, наркологи, психологи в мире, они это говорят. И даже есть фильм такой, сериал, там, где главный персонаж поборол зависимость, но он постоянно продолжает бороться с психологической зависимостью. Он постоянно знает, что он наркоман, который борется, и другими страстями, как бы он замещает эту зависимость. Но я вот как раз этой знакомой христианке сказала, я вот знаю Илью Федорову, например. Виктор Лавриненко еще. Виктор полностью свободен, полностью другой человек. И это свидетельство того, что Бог не просто тормозит, что Бог не просто нажимает на паузу какую-то зависимость. Он возрождает человека, он полностью освобождает. И он дает ему новое время, новую силу, новую жизнь, новую надежду, новую радость, новую силу и пламенную проповедь. Давай, молись! Аллилуйя! Да, и мы поэтому сейчас помолимся и продолжим потом. Мы продолжим делиться с вами истинами, высвобождать определенные ключи, дорогие друзья. Чтобы вы получили свободу и чтобы вы знали, как с этим справиться, как остановить в вашей жизни всякий грех, беззаконие и всякое проклятие. Но сейчас вы должны знать, вам нужна Божья сила, нужен Божий огонь. Также, если вот вы, родители, смотрите, у вас у детей проблема, призовите Божью силу, посвятите своих детей Богу. Пусть сам Бог воспитывает через вас. Пусть у вас будет мудрость такая, правильно вот в благодати Божией воспитать своих детей и передать им вот эту страсть по Богу. И вот я сейчас еще вот одно свидетельство, но не то, что свидетельство, а что я понял. Вот когда вот последнее служение, воскресенье было, у нас там вышли дети, ну, чтобы их благословили, да. Я понял вот так вот, знаете, как сам пережил, что самое главное для них, вот для этих вот там маленьких детей. То есть это номер один, что думаю я, это вот знать помазание, знать Дух Святой. Вот чтобы они чувствовали, чтобы они понимали, чтобы они могли встречаться с Ним. То есть чтобы они вот это лично, скажем так, знали Бога. Это номер один. И номер два, это знать истину. Именно истину, дорогие друзья, можно знать всю Библию, как фарисеи. Они знали наизусть Писание, но это не работает. Нужно знать именно истину, и Писание говорит, познание, то есть пережить принятие вот этой истины. Истина это Иисус Христос. Иисус Христос, который умер за грехи всего мира, и Он воскрес в наше оправдание. Мы должны это пережить, мы должны вот это просто осознать. Поэтому давайте прямо сейчас помолимся за это. Пусть Божья сила будет высвобождена прямо сейчас. Пусть огонь Духа Святого, он вот чтобы мы загорелись, вы чтобы загорелись. И прямо сейчас я высвобождаю во имя Иисуса Христа Божий огонь. Я высвобождаю Божью силу, я высвобождаю Божью славу прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, прямо сейчас зажги каждого человека именем Иисуса Христа. Тот, кто тлеет в тебе, пусть он загорится прямо сейчас. Дух Святой, коснись прямо сейчас. Каждого человека во имя Иисуса Христа, прямо сейчас я высвобождаю огонь Духа Святого, я высвобождаю помазание. Во имя Иисуса Христа вы можете прямо сейчас даже переживать на себе это присутствие, эту силу, этот огонь. И прямо сейчас эта сила, она разрушает всякое демоническое влияние, всякое демоническое давление. Это Дух Похоти. Во имя Иисуса Христа убирайся вон прямо сейчас, именем Иисуса Христа, именем Иисуса Христа прямо сейчас. Я разрушаю всякое проклятие, я высвобождаю благословение вместо проклятия. Я говорю, что вы благословены во имя Иисуса, что Бог искупил вас, и я высвобождаю силу искупления на вас именем Иисуса Христа. И прямо сейчас помазание Духа Святого на вас во имя Иисуса Христа. Можете положить руку на себя, на свой живот, потому что Слово Божие говорит, что из чрева, то есть из живота потекут реки воды живой. Дух Святой, вот чрево, наше внутреннее духовное сердце, оно находится не здесь, оно находится не в голове, оно находится в животе, а конкретно где именно пупок. То есть вот, да, на самом деле именно оттуда, это же не просто так, пуповина, это связь с Богом, духовная, да. И вот там находится вот этот духовный наш человек в животе, в очреве, и оттуда текут реки. Внутренность моя взволновалась, да, все. И поэтому прямо сейчас положите руки свои на свое чрево, и прямо сейчас мы активируем вашего духовного человека. И прямо сейчас помазание Духа Святого, оно через ваши руки, оно вышло на вас, сошло на вас. Помазание Духа Святого, которое разрушает всякое ермо, всякое бремя греха, все оковы, которые дьявол восковал, они прямо сейчас разорваны, разрушены. Во имя Иисуса Христа, и сейчас эта сила Божья, она высвободилась во имя Иисуса. И сейчас реки воды живой, они текут от вашего чрева. Это помазание, это его сила во имя Иисуса Христа. Вот вы сказали, что когда эта женщина пришла к Иисусу Христу, разбила алабастровый сосуд мира, и написано, наполнился весь дом благоуханием. Весь дом, это помазание. Вы должны знать, что у помазания есть запах, благоухание. Весь дом наполнился благоуханием. Вы можете даже его почувствовать, вы можете даже его пережить. Я чувствую, я ощущаю, что сейчас время пробуждения, и я это ощущаю. И вы можете прямо сейчас, сидя у себя дома, неважно, где вы смотрите, ощущать этот мир, это помазание, этот запах. И он имеет духовную также силу, которая вас освобождает, которая вас наделяет во имя Иисуса Христа. Это мир, это помазание, оно разливается прямо сейчас по вашей душе во имя Иисуса Христа. И приходит огонь Духа Святого, приходит страсть по Богу, во имя Иисуса Христа, страсть служить Ему, страсть по Его Слову, страсть по огню Духа Святого, во имя Иисуса Христа. Я вас благословляю во имя Иисуса. Аллилуйя, спасибо тебе, Дух Святой. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБМ, стань настоящим проповедником Евангелия прямо сейчас.